Когда на Руси княжил Ярослав Мудрый, в окрестности Киева пришел монах Антоний. Он отыскал подходящую гору, устроил в ней небольшую пещеру и поселился там, желая вершить свой духовный подвиг. Потянулись киевляне к мудрому старцу, кто за благословением, кто за советом, а кто и принять монашеский постриг. Новые иноки, новые кельи, так в горе возникли другие пещеры, длинные подземные ходы и даже церковь, что вместо небесной тверди имела на собой твердь земную. Так было положено начало печерской обители, колыбели русского монашества. Шли годы, людно стало в пещерах. Трудно было Антонию предаваться отшельничеству и молитве. Он оставил братьев-монахов, ушел на соседний холм и выкопал себе новую келью. Теперь на этом месте ближние пещеры Киевской лавры, а дальние пещеры там, где преподобный Антоний поселился первоначально. Но не только отшельниками бывают монахи. Из далекого Константинополя в Киев привезли монастырский устав, который со временем приняли в каждой русской обители. Согласно уставу, монах мог жить не только в затворенной келье, но и среди прочей братьей. Так воспитывались терпение, смирение, послушание, братская любовь. В подчинении настоятелю, правилам и старшей братьей смирялась гордыня. Такой монастырь в Печерской обители создал преподобный Феодосий, ученик и сподвижник Антония. Вот что говорит о святой Печерской обители Нестор Литописец. «Пошел монастырь от благословения святой горы Афонской, поставлен не от богатства, а слезами, пощением, молитвою, бдением, и превзошел славой монастыри, построенные князьями и боярами с богатством серебра и золота». В конце XI века число монахов умножилось настолько, что пришла пора освоить и верхнюю территорию Лавры. Братья начали возводить монастырь на земле, а под землей остались отшельники. Там же, в пещерах, любой обитатель монастыря мог уединиться для молитвы и обрести последнее упокоение. «Давайте и мы с вами войдем в древнюю обитель, прогуляемся по ее улицам, осмотрим величественные храмы». Монастырь, стоящий на правом берегу Днепра, превосходно вписан в окружающий ландшафт. Он расположен на высоких холмах. Между холмами лежит глубокий овраг, который делит Лавру на верхнюю и нижнюю. Пещеры и самые древние монастырские постройки находятся в нижней Лавре. На территории верхней Лавры стоит ее главный храм, Успенский собор, кельи священноначалий и братьев, здания экономии, типографии, больницы и мастерских. Здесь же находятся Великая колокольня и братская трапезна. Как и большинство древних монастырей, Лавра обнесена оградой, отделяющей ее от мира и житейских страстей. Поначалу ограда была деревянной. Мощные каменные стены выросли вокруг монастыря в начале XII века. Их разрушили татар-монголы, пришедшие на Русь под предводительством хана Баты. Позднее стены восстановили, расширили, перестроили. На территории верхнего монастыря в XX-х годах XX века расположился государственный историко-культурный заповедник. В эту часть Лавры ведут четверо ворот. Главный вход в Лавру – святые врата. Через эти врата в Лавру можно было войти только пешком, и никому не позволялось выезжать в них. Над святыми вратами стоит церковь во имя святой живоначальной Троицы, древнейшей из сохранившихся церквей Лавры. В XII веке ее построил правнук Ярослава Мудрого. Он принял постриг и три года служил при святых вратах вратарем. Навратная Троицкая церковь – символ небесного заступничества. Чудом уцелела она и при татарских набегах, и потом, когда Лавру разоряли снова и снова. Главный храм Киево-Печерской Лавры – Успенский собор – находится напротив святых врат, посреди центральной площади Верхней Лавры. По свидетельству Нестора Летописца, этот храм был заложен во второй половине XI века. Церковное предание так говорит о создании храма. Матерь Божия явилась нескольким зодчим Константинополя и повелела им отправиться в Киев, чтобы возвести там церковь и назвать ее именем Богородицы. Тем же зодчим Богоматерь вручила и икону своего Успения. Образ церкви явился зодчим на облаке. Точное место для возведения храма было указано знамениями в ответ на молитвы преподобного Антония. Вокруг собора быстро выросли новые монастырские кельи, куда и переселилась пещерная братья. Именно в Успенском соборе, богато украшенном мозаикой и иконами, всегда хранились главные святыни Лавры. Долгое время считалось, что самые древние части собора не сохранились после многочисленных реконструкций, однако это не так. На плинфах собора недавно были найдены надписи и рисунки, относящиеся к XI веку. Их сделали мастера-строители по сырому раствору. Расписывали Успенскую церковь греческие иконописцы. Увы, ни древняя живопись, ни более поздняя не сохранилась. С начала XVII века здесь стояли деревянные церковь и трапезная. Примерно сто лет спустя дерево заменил камень. Аптечные корпусы и колокольни, которые можно видеть на этом месте сегодня, были возведены в начале XX века. Аптека была крупнейшей в Киеве, и пользовалась большой популярностью. Сейчас это здание занимает Государственная историческая библиотека. В церкви и других помещениях расположены службы заповедника. В этом усаженном деревьями дворе всегда отдыхали богомольцы. Там, где сейчас стоит водопроводный фонтанчик, был колодец, а рядом с ним находился столб с солнечными часами. Эти здания из темно-серого гранита когда-то были кельями соборных старцев. Их возвели в начале XVIII века на месте старых деревянных, сгоревших во время пожара. Обратите внимание, когда вы идете от святых врат, возникает эффект обратной перспективы, как на старых иконах, и Успенский собор кажется ближе, чем на самом деле. Сегодня в кельях соборных старцев Лавры располагаются магазины и выставочные залы заповедника. А эта улица ведет к экономическим воротам. Раньше они использовались для хозяйственных нужд монастыря. Ворота венчает надвратная церковь всех святых. В 2000 году на северном фасаде храма восстановили герб Ивана Мазепы, на деньги которого и была построена эта церковь. Вернемся на центральный двор Лавры и обойдем Великий собор. Рядом с ним стоит ширококупольный храм. Это трапезная церковь. В 1941 году Успенский собор был взорван. Вместе с ним пострадала и трапезная церковь с палатами. Восстановили все, кроме росписи потолка трапезной палаты. Вокруг этой церкви находилось множество погребений. Сохранились три чугунные плиты у северной стены. Там же неподалеку восстановленные надгробия Петра Аркадьевича Столыпина, похороненного здесь в 1911 году. С восточной стороны к трапезной палате примыкает церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Деревянное здание церкви возвели в конце XVIII века. Современная каменная постройка появилась на ее месте только спустя полторы сотни лет. Церковь также пострадала при взрыве собора. Боковые фронтоны храма раньше были увенчаны небольшими куполами, которые решили не восстанавливать. Теперь здесь находится музей украинского декоративного искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok